22 ноября 2022 года у нас тепло плюс 16 это утро сегодня солнечного отличия от пасмурных дней вчера позавчера так вот вчера у нас объявили что отключат воду то есть вчера это 21 ноября сегодня еще воды не дали причем все и холодной и горячей а почему ремонт на водозаборе все было как надо было объявление о том что будет ограничение водоснабжения с 8 утра до 18 часов и как они писали завершается реализация национального проекта благодаря которому будет запущена станция очистки воды и увеличится запас воды на двух городских водозаборов что в совокупности с заменой сетей значительно повысит качество водоснабжения но ведь это же прекрасно но в 6 часов а воду не дали вот смотрите люди потянулись психупсу набирать воду в баклажки некоторые не все были готовы думали что прямо придут черпанут и уйдут одну с ведром увидела пустым которая так его не не наполнила потому что а будто было не не по погоде так скажем он мужчина видите тоже идет но все остальные тоже были об этом потому что не видимо с такой ситуации не встречались а психупс мелкий я тут даже одному мужчине помогал у меня были была обувь подходящая забрала в воду ему набрала воды они этому тут он сам набирает там по половинке вишна берут а потом уже вторую баклажку по половинке вот пришли я тоже думаю ну все я подготовлюсь обуюсь в большие сапоги возьму какой-нибудь черпачок и буду этим черпачком наливать в баклажки в воду но не пригодилась я пришла уже около 12 домой а ушла и в 10 то есть до 10 воды не было уже к 12 часам воду дали и это хорошо но в течение всего этого время времени нас предупреждали о том что воды не будет почему что происходит на водозаборе и вот я сейчас вам зачитаю все эти моменты в три часа дня пришло такое сообщение переврезка новой технологической сети в существующие сеть водопровода на центральном водозаборе продолжается работу проводят на нескольких точках это необходимо для подключения всех резервуаров к станции очистки воды кроме этого на водозаборе меняют запорную арматуру которую уже более 40 лет делают это параллельно чтобы для этих целей дополнительно не отключать город от воды смотрите какая красота летает на паутинке и листики тоже так ветерком оставшиеся сбивает вот они летят но там тоже вид такой классный в половине шестого вечера видимо уже поняли что не успевают к 6 часам все отремонтировать и опять выложили вот такое сообщение с такой фотографии поскольку переврезка требует полного сброса воды из резервуаров то есть их осушение работы нельзя провести в короткие сроки дополнительно процесс осложнился необходимостью сброса ила который образовался за долгие годы эксплуатации решет ил им помешал в настоящее время завершается процесс откачки после водоканал приступит к сварочным работам в этой связи сроки ограничения водоснабжения продлеваются для того чтобы в дальнейшем не отключать город от воды параллельно с переврезкой на водозаборе меняется запорную арматуру который 40 лет вот но все опять городе понимаете а люди то запасли воду то до 6 вечера никто особо то не упирался ее записать запасать ну то есть как там ну можно было это предвидеть на сказать допустим там на сутки на двое сказать да лучше уж на больше чтобы запасли чем люди бегали по рекам собирали эту воду и вот уже в половине 12 вечера опять сообщение сейчас видео увидите выложили подтверждение того что они делают работают и пишут что сотрудники водоканала делают все возможное чтобы работы ускорить более 10 часов они на работе это связано с изношенностью старых резервуаров и задвижек быстро поменять невозможно но ответе невозможно что они об этом не знали ну сказали бы на сутки нет воды на двое но здесь вот такой момент еще для подвоза на сегодняшний день есть одна старая водовозка новую закупили благодаря поддержке губернатора но на учет еще ее не поставили поэтому использовать нельзя в течение дня водовозкой наполняли школы сады для обеспечения работы ну вот эти одна старая водовозка на весь город то есть вот питьевую воду ну конечно магазин можно сходить но это же тоже бы непорядок но вот так вот они сегодня обмешурились ну и пишут дальше промывку замененных водоводов и агрегатов перед пуском в город обязательно проведут если все пойдет в плановом режиме то в течение трех часов пустят воду в систему это было где-то половина 12 ночи ну а вот такое сообщение пришло в 6 46 телеграм-канал то есть это официальный канал администрации города работы на водозаборе продолжаются ну то есть они там говорили три часа то есть по идее там должно быть в 3-4 часа ночи закончить но к 7 утра еще не закончили и вот пишут что в стесненных условиях уже сутки бригада выполняет поставленную задачу в течение ближайших часов будут производить опрессовку линии запуск системы и заполнение водой и вот на телеграм-канал официального сайта пришло сообщение от нашего мэра белопольского что он пишет или что он писал ночь выдалась непростая рассвет со своими заместительными сотрудниками водоканала и подрядчиками мы встретили на центральном водозаборе стояла задача в рамках реконструкции которые необходимы для улучшения качества водоснабжения то есть соединить новые резервуары с насосной станции и вот делюсь с вами фото как выглядят новые резервуары и как выглядит горловина старых целый ряд факторов усложнял работы которые продлились сутки хочу выразить огромную благодарность всем рабочим которые по пояс в грязи холодной ночью не сомкнули глаз и в стесненных условиях продолжали выполнять поставленную задачу пока город спал все выполнили с 8 утра вода заполняет систему ну и видим вот она действительно заполняла потому что именно к 10 часам еще воды не было вот когда я уже говорила что пришла к 12 домой вода уже только холодная была очень грязная до сих пор к вечеру она течет грязная горячей воды пока нет вот такие приключения у нас в нашем горячем ключе с водой но надеюсь качество воды теперь будет лучше не зря же мы страдали и бегали по воду псикупс хорошо псикупс рядом а у кого не было но всем пока до новых встреч и и и и и и и Продолжение следует...